Мы присутствуем на конференции, которая посвящена вопросам школьного учебника, концептуальной и научно-методической проблемы. То есть мы хотим разобрать, по каким учебникам сейчас учиться, и какие нас ждут учебники в будущем по новому федерально-государственному образовательному стандарту. Школьные учебники по истории в последнее время в России привлекают широкое внимание общественности. В этом отношении история оставила далеко позади другие школьные предметы. Последнее десятилетие интерес значительно вырос не только к школьной литературе по истории, но и в целом к ее преподаванию в средней школе. Проблем много, конечно, существует. Существует содержательная проблема, существуют проблемы отбора материалов, существуют проблемы учебников, конечно, потому что это больше всего волнует учителей. Но я думаю, что проблемы вариативности, о которой сегодня больше всего говорят, что очень много учебников, их больше 70 сегодня, и что вот это является для учителя проблемой выбора учебника. Как такового списка литературы для преподавателей уже нет. Он постоянно пополняется. Ученые работают над новыми фактами, ведь история напоминает айсберг. Верхушка известна, а под ней еще много неизведанного. А учебников действительно много. Вот я занимаюсь по Ливандовскому, в другой школе занимаюсь по другим учебникам истории. А когда наступает время Олимпиад и ЕГЭ, то там уже все должны быть под одну, как сказать, под один стандарт. С действия начинаются проблемы. В большинстве учебников на первый план выдвигается история политическая. И тут многое зависит от той позиции, которую занимает автор. Именно поэтому перед учителем стоит нелегкая задача, что взять за основу преподавания, что взять за основу урока и как же преподнести материал на уроке истории. Первое. Большое многообразие учебников по истории такового не должно быть в связи с тем, с моей точки зрения, в связи с тем, что введен единый государственный экзамен, единые государственные образовательные стандарты. Не только по истории, все учебники должны быть единые. Можно долго спорить о достоинствах и недостатках того или иного учебника истории. На сегодняшний день издано множество учебников и учебной литературы. Все они отвечают современному видению проблем. Однако, пока не издан единый учебник истории, вопрос трактовки тех или иных исторических фактов остается открытым.